Если ваша половинка от вас ушла, значит это не ваша половинка. Любое отношение, в которое вкладывается неистовое чувство души, твердая убежденность разума, отражается в реальности. Если вам говорят, пойдите туда, не знаю куда, найдите то, не знаю что, но чтобы в итоге получилось нечто обалденное, идите за клубочком, и найдете. Оставайтесь свободными даже от тех, кто вещает вам о вашей свободе. Я всегда считал, что милосердие приносит более богатые плоды, чем строгая справедливость. Если вы желаете поскорее утешить женщину, посадите ее себе на колени. Женщины могут устоять перед любовью мужчины, перед его славой, перед его красивой внешностью, перед его богатством, но они не в силах устоять перед его красноречием, если только оно обращено к ним. Кем бы ты ни был, будь лучше. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Самая тяжелая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьется головой о притолоку, слишком низкая. Олигархия, сплоченная хунта, захватившая деньги, и национальные богатства, теперь уже и власть, добровольно не допустит никакой смены себе, а понадобится, без колебаний применит для того и выращенные, укрепленные многочисленные внутренние войска. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда, может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его, в наидурном. Если ты любишь жизнь, не трать время, потому что время, это то, из чего сделана жизнь. Если вас критикуют, то значит вы все делаете правильно, потому что люди нападают на всякого, у кого есть мозги. Любой вид знания есть путь к самопознанию. Ключ к бессмертию, это в первую очередь прожить жизнь, достойную памяти. Жалоба, что нас не понимают, чаще всего происходит от того, что мы не понимаем людей. В 50 лет необходимо иметь шляпу и два галстука, белый и черный. Часто придется венчать и хоронить. Ум гибнет от противоречий, а сердце ими питается. Можно ненавидеть человека, как подлеца, а можно умереть за него, как за ближнего. Мужчина падает на колени перед женщиной только для того, чтобы помочь ее падению. Мы все должны страдать от двух видов боли. Боли дисциплины или боли сожаления. Разница в том, что дисциплина весит унции, в то время как сожаления весит тоны. У всех есть два варианта, мы можем просто жить, или же создавать собственную жизнь и судьбу. Время — наша главная ценность. Однако мы склонны тратить его зря, убивать и проводить попусту вместо того, чтобы использовать в своих целях. Неудача — это не единичное внезапное событие. Ваш провал не возникает внезапно. Напротив, неудача появляется, когда вы совершаете одни и те же ошибки изо дня в день. Абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажутся каким-то дефектом зрения. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны — не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии. Чем умнее, тем безумнее. Столкнув неприятного человека с круче, ничего не решишь. Ничто не совершено во всех отношениях. Нет ничего невозможного для людей. И смерти нет почетней той, что ты принять готов. За кости пращуров своих, за храм своих богов. Желание избежать ошибки, вовлекает в другую. В романах все больше идет сюжет и оканчивается все свадьбой, а в жизни, наоборот, все со свадьбы только и начинается. Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев, обречена на вымирание. Мы часто повторяем, что о человеке судят по его делам, но забываем иногда, что слово тоже поступок. Речь человека, зеркало его самого. Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни, хорошо воспитаете детей. Мои ноги не так уж красивы, просто я знаю, что с ними делать. Настоящий друг, это человек, которому можно позвонить в 4 часа утра. Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом. Рождение и смерть листьев быстрое вращение того водоворота, чьи большие круги медленно движутся среди звезд. Великое идет рядом с малым без боязни. Среднее держится в стороне. В действительности часто именно наша моральная сила, дает нам возможность весьма успешно творить зло. Жизнь в целом никогда не принимает смерти всерьез. Она смеется, пляшет и играет, она строит, собирает и любит перед лицом смерти. Только тогда, когда мы выделяем один отдельный акт смерти, мы замечаем ее пустоту и смущаемся. Тот, кто застрял в своих предпочтениях, в представлениях о правильном и неправильном, никогда не узнает, что такое любовь. Что-то случается в вашей жизни, а что-то нет, но это не беда. Беда, это когда вы не понимаете, что происходит внутри вас. Тогда вся жизнь беда. Если в вашем сердце есть любовь, то она проведет вас по жизни, любовь наделена своей собственной разумностью. В каждой сложной ситуации у вас есть выбор, либо стать раненым, либо стать мудрее. Все решения бессмертных не приложены. Волю Божью время вечное блюдет. На тех, кто впал без умысла в ошибку, не гневаются сильно. Кто в деле смел, тот слов не устрашится. В мужском ДНК заложена обязанность, быть добытчиком и защитником, и все, что мы делаем, направлено на то, чтобы воплотить это на деле. Во взаимоотношениях с мужчинами вы гораздо теснее, связаны со своей мечтой о том, как все могло бы сложиться, чем с реальной ситуацией. Ни один из мужчин, которым вы не нравитесь, никогда и ни за что не скажет вам об этом. А скажет он, что, он боится, переживает, изнывает от усталости, испытывает боль от перелома ноги, мучается от простуды, боится. Иллюзия искусства, оно заставляет поверить, что великая литература вырастает из жизни, но все обстоит наоборот, жизнь аморфна, литература дает ей форму. В любви, как на войне, горе побежденному. Чересчур, слово куда более пристойное, чем недостаточно. Когда все решено, тогда уже не страшно. Плохо, когда цепляются. Оптимизм, как известно, это судорога умирающего. Здесь я чувствую себя потерянным, как, вероятно, чувствовал бы себя потерянным где угодно. Оставьте ближних такими, каковы они есть, и они ответят вам признательностью. Эти ночи, когда убеждаешь себя, будто все, даже мертвецы, покинули этот мир, и будто ты здесь последний живой человек, последний призрак. Субтитры создавал DimaTorzok